Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь ста и туч. Всем знаком отрывок из произведения Пушкина. Но ветер хоть и могуч, но с ним испытываешь дискомфорт. По словам гидрометеорологов, на юге России сохраняется холодная погода и сильный ветер. Какая погода будет все же сегодня, расскажут синоптики. В Карачаево-Черкесии днём местами дождь и мокрый снег. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью будут порывы до 15-20. Температура ночи минус 2,7, в горах до 13 градусов мороза, а днём до плюс 5 и местами до 5 градусов ниже нуля на дорогах гололедица. В Черкесии ночью без существенных осадков, днём слабый дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью будут порывы до 15-20. Температура ночи минус 2,4, а днём 3-5 градусов выше нуля. Сегодня день врача-автезиатра. Это врач, который изучает закономерности развития туберкулёзной инфекции в организме и её клиника «Морфологические проявления». И, соответственно, сегодня день борьбы с туберкулёзом. Эта болезнь не проявляет себя на ранних стадиях. При появлении явных признаков она может вовсю развиваться. А при отсутствии своевременного и качественного лечения не минуем летальный исход. Как передаётся палочка Коха, что врачи настоятельно рекомендуют, расскажет Алла Качиева. Она встретилась с главным врачом карачаево-черкесского противотуберкулёзного диспансера. Смаилом Бырамуковым. Утром встал больной, позавтракал. Он здоровый, у него всё хорошо, у него всё прекрасно. Он пошёл на работу. В обед, после обеда домой приходит, он уже уставший, разбитый. Не обращает на это внимания, считает, что это просто работы много было. Устал только поэтому и всё. А на самом деле, значит, у него уже протекает болезнь. Ночью он потеет. Если бы он ночью померил, вечером померил бы температуру, то температурка была бы 37-1, 37-2, такая субфеврильная температура. У него потом постепенно снижается аппетит. Он начинает худеть. У него появляется кашель. Ну и самые грозные симптомы – кровохарка, неядышка. Человек месяцами может не знать, что заразился и болеет. Туберкулез – инфекционное заболевание, в результате чего поражаются лёгкие. Реже – костная ткань, суставы, кожа, мочеполовые органы, глаза. Передаются микобактерии в основном воздушно-капельным путём. Но есть и вероятность заразиться через вещи больного, через пищу, то есть молоко больного животного, яйца. Если человек, испытывая частые переохлаждения, живёт в сыром, плохо отапливаемом помещении, также велика вероятность распространения болезни. На учёте у нас вообще по республике 2365 человек. Из них с активными формами туберкулеза 536. Из них выделяющих микобактерии туберкулеза, то есть с открытой формой, 111 человек. Да, цифра внушительная. 2020 год также внёс свои коррективы. И, соответственно, возникает вопрос, как протекает болезнь при заражении коронавирусной инфекцией. Две инфекции, которые усиливают друг друга, и больной тяжело переносит как коронавирусную инфекцию, так и туберкулез. Тяжело лечиться больному коронавирусной инфекцией, которая состояла у нас на учёте. А ещё, добавляет Смайл Хамзатович, переболевшие COVID-19 имеют повышенный риск развития туберкулеза. Ведь после перенесённой коронавирусной инфекции у многих пациентов в лёгких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. В этой связи врач настоятельно рекомендует ежегодно проходить медицинское флюоробследование, вести здоровый образ жизни, быть физически активными. А лучшей профилактикой есть и остаётся прививка БЦЖ для новорождённых, а в дальнейшем и ежегодное проведение реакции МАНТУ. При обнаружении симптомов, не откладывая, нужно обратиться в медицинское учреждение. Жителям Карачао-Черкесии я бы сказал, вы знаете, любите себя в первую очередь, любите себя. Не забывайте, что вы живой организм, и вам надо регулярно за собой следить, обследоваться регулярно. Если вы будете живые и здоровые, то всё ваше окружение, ваши самые близкие, дорогие, тоже будут живые и здоровые. Я вас люблю, я вам хочу всем пожелать здоровья и будьте счастливы. Алла Качиева, Лебастанов, Вести, Карачёва, Черкесия. В это воскресенье свой профессиональный праздник будут отмечать войска Национальной гвардии России. Как далеко в прошлое уходят истоки становления войск Нацгвардии? Каковы этапы её становления? Какие основные задачи выполняют войска Национальной гвардии нашей республики? И о том, как достигается профессионализм личного состава? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой ответит заместитель начальника управления по работе с личным составом Росгвардии по Карачаево-Черкесии Марат Суров. Доброе утро всем. Доброе утро, Марат Муратович. Доброе утро. Спасибо за то, что вы нашли время и в предпраздничный день пришли к нам в гости. У вас профессиональный праздник, значит, День войск Национальной гвардии Российской Федерации. Естественно, я хочу у вас спросить, ну, во-первых, я хочу вас поздравить и хочу у вас спросить об истоках вот этого праздника, этого дня. Ну, в начале разговора хочу сказать, что праздник вообще, он установлен сравнительно недавно указом президента Российской Федерации в 2017 году. Праздник молодой, но, как вы правильно сказали, корнями история войск Национальной гвардии уходит глубоко во времена, можно сказать, в эпоху Ивана Грозного. Ну, начнем с того, что праздник образовался не вновь, а так как, забегая вперед, скажу, что войска Национальной гвардии, они являются преемниками внутренних войск, которые были у всех на слуху, МВД Российской Федерации, то надо уже тогда вспоминать, что внутренние войска отмечали свой праздник 27 марта, вот МВД Российской Федерации с 1992 года. То есть, как правоприемники войска Национальной гвардии переняли, как традиции сложившиеся, все воинские переняли, и вместе как бы с этой традицией прекрасной празднования дня было внутренних войск, теперь в целях передачи преемственности и повышения престижа службы в войсках Национальной гвардии, мы, являясь преемниками, приняли вот эту дату 27 марта, как день теперь уже войск Национальной гвардии. А вот какие-то основные этапы становления вы можете обозначить? Ну да, история интересная, и, конечно же, для наших граждан, сколько проводили торжественных мероприятий, с улыбкой на лице всегда спрашивают, сколько вам лет? Как бы мы слышали, вот вы молодые, образованные в апреле 2016 года, а слышали уже даты, исчисляются сотнями лет, и как бы так, с юмором это все. Ну да, войска Национальной гвардии, конечно, впервые они созданы, мы уже сказали, вот я сейчас назвал апрель 2016 года, праздник с 2017 года празднуем, мы являемся преемниками внутренних войск, но уже прозвучала фраза, что можно заглянуть к истокам, это уже эпоха Ивана IV, когда, вот тогда впервые были созданы войска, которые были в подчинении лично у царя. Почему-то говорят, что как бы оттуда истоки идут, но мы же не берем те годы правления Ивана Грозного, это было бы нам еще больше лет, сейчас вот в этом году будем праздновать 2011 лет, то есть дату образования мы берем, это было начало 19 века, 1811 год, почему 27 марта? 27 марта Александр I император подписал указ, которым была образована такая военная структура, внутренняя стража, образованы войска внутренней стражи, геф-граф Федотович Комаровский, граф от инфантерии, он был назначен первым руководителем, им же Александром I, и вот он это все дело возглавил, он всю эту структуру продумал, организовал, и в общем с того момента считается, что пошло образование, развитие, создание по всему нашему государству вот такой структуры, как внутренняя стража. И если вы вопрос задали по этапам становления, история очень интересная. Мы вот сейчас обозначили внутренние стражи, войска внутренней стражи. Потом же, вот люди, конечно, хотел сказать моего поколения, ну и более старшего поколения, вот на слуху, смотрите, 1917 год, отряды Красной Гвардии. Понятно, что порядка нет, руководства нет, стройной структуры управления нет, и в это время кто-то должен был наводить порядок внутри страны. Вот создали эти отряды Красной Гвардии, это 1917 год. Потом, понимая, что надо создавать более серьезную структуру с определенной структурой, 1934 год. НКВД, Народный комиссариат внутренних дел, но это аппарат, должен быть силовой блок, кулак, создаются войска НКВД. Вот это войска НКВД, они же как внутренние войска, и пошло. Внутренние войска НКВД, потом внутренние войска, ну вот как бы сказал старшее поколение, мы еще помним учебники истории, ВЧК, ГПУ, ОГПУ, вот эти структуры все, они имели силовой блок. Этот силовой блок и были внутренние войска. Вот они шли, внутренние войска НКВД, внутренние войска ВЧК, внутренние войска ГПУ, внутренние войска ОГПУ. Вот так они, представляете, вот исторически шли, шли, шли. Внутренние войска СССР, потом Советский Союз, 1991 год, на страны наши СНГ делится. Вот эта мощнейшая структура военная, внутренние войска, представляете, на всю СССР страну, они вообще структурно входили в вооруженные силы, но подчинялись Министерству внутренних дел. Вот такая интересная была организация внутренних войска. И в то время, когда государство поделилось, все, каждый свою часть у себя оставил этих внутренних войск, кто как назвал, Национальная гвардия, также внутренние войска где-то остались, у нас в 1992 году образуются внутренние войска Российской Федерации. Марат Муратович, вы меня поражаете. И 1992 год. Вы меня поражаете своим познанием истории. Это очень интересно, я вам говорю. 1996 год. Образованы внутренние войска Российской Федерации. 20 лет. 20 лет. До 2016 года внутренние войска праздновали наш сегодняшний праздник, 27 марта, День внутренних войск МВД Российской Федерации. Кто-нибудь кроме вас знает так подробно эту историю? Вот мне интересно. Вот. Это вопрос о подготовке нашего личного состава. Вот в мои обязанности и обязанности нашей группы по работе с личным составом как раз вот входит в доведение до всего личного состава. Информации? Этапы становления, развития, какие задачи были в те времена, какие задачи в эти. Хорошо. Какие задачи у Росгвардии Карачаева-Черкесии? Если это не секрет. Основные задачи. В нескольких словах хотя бы. Это не секрет, потому что 226 закон, он четко их излагает, их 9 основных задач. Я их не буду перечислять, получится как у нас, как занятие получится. Да. А если так в общем и целом, можно сказать, вторая статья 226 закона, она четко говорит, предназначение Росгвардии, это как бы основное, что мы доводим до личного состава, потому что они работают на улицах, работают с гражданами, и любой может спросить, вы Росгвардиец, вы для чего нужны? То есть каждый из нас должен бодро отвечать, Росгвардия это государственная военная организация, это в законе прописано, и там сказано на вопрос, для чего вы нужны, ваше предназначение. Правильный вопрос, для чего вы нужны? Для обеспечения общественной и государственной безопасности, запятая, для защиты прав человека и гражданина. Марат Муратович. Две строчки, но это все, об этом... Я поняла, я вас не переговорю, и вот тут такой вопрос напрашивается, даже, наверное, не вопрос, а хотелось бы узнать, если о серьезном, да, сейчас ситуация понятна какая. Как-то вы будете праздновать этот день? И ваши пожелания, конечно, я хочу услышать, и думаю, что не только я. Празднование Дня Росгвардии, это одна из традиций, которые мы стараемся соблюдать, поддерживать, развивать, подготовка, приказов о награждении, потому что, если, допустим, это касается государственных наград, за много заранее должны мы направлять это все, понимаете, да? Конечно, да. Вышествующему руководству. То есть процесс начался давно, подготовки, но ситуация сложилась... Отличившихся людей же надо отметить? Конечно, конечно, сами понимаете, для чего. Отличили достойного, тот, кто молодой, или же, может быть, был с ленцой, глядя на своего товарища, который получил заслуженную государственную награду, он же меняет свое отношение к службе, уже и к выполнению служебно-боевых задач, он совершенно ведет себя тогда по-другому, это обязательно надо делать. И поэтому вот в этот год тоже хотелось все это сделать торжественно. Мы всегда в нашем Дворце культуры проводили концерты, торжественные собрания с приглашением, конечно, первых лиц нашей республики, силовых структур. Это все было красиво и очень торжественно. Сегодня сложилась так ситуация, мы не будем торжественно ничего помпезного такого проводить. Приказы будут готовы, также будут поощрения и грамоты, и благодарности, и ценные подарки. Все это будет, мы отметим лучших обязательно. И об этом будут знать все, лично будет знать, то есть нашу цель мы достигнем. Но вот, к сожалению, не будет ни концертов, не будет торжественных шествий, маршев, песен, всех этих орхистров. Это объяснено и понятно. Да, это все сейчас понимают, сейчас, конечно, это ни к чему. Не до песен. Да, а так мы, конечно, и своих ветеранов не забудем, которые на пенсию, но они продолжают работать. У нас создан совет ветеранов, которые оказывают большую помощь в воспитании молодежи нашей республики. По школам они проводят занятия, также и с личным составом встречаются, тоже нужны они нашим молодым военнослужащим и сотрудникам. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, мы говорим, что особых торжественных мероприятий не будет, но лучших мы все равно отметим. А пожелания? Пожелания, вот в этот день мы всегда вспоминаем тех людей, которые сегодня в наших рядах, которые служат, которые поддерживают все то наработанное нашими ветеранами, те славные традиции, которые за многие годы сложились, и за тех людей, вот тех людей вспоминаем, которые повышают свое профессиональное мастерство, которые всегда готовы стать на защиту своего отечества и выполнить в любых условиях поставленные служебно-обывые задачи, и, конечно, желательно без потерь. Вот я всем желаю, что все возвращались, конечно, со всех задач, специальных операций, всегда возвращались домой здоровые. Я желаю и семьям здоровья, конечно, благополучия всяческого, исполнения желаний, и чтобы всегда хватало сил, настроения, желания, конечно же, встать на защиту своего отечества в любое время. Всем мира и добра. Благодарю вас, поздравляю вас с вашим праздником, и желаю вам успеха в вашем нелегком труде. Спасибо вам. Спасибо. В столице Карачаева-Черкесии к 77-летию победы приведут в порядок памятники и мемориалы воинской славы. Как рассказали в пресс-службе мэрии Черкеска, в числе объектов панно боевой славы, статуя солдата на мемориале Великой Отечественной войны, бюсты героев Советского Союза и России, педестал скульптуры неизвестного солдата в Парке Победы, мемориальный холм в Центральном парке, памятник освободителям Черкеска от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, будет обновлена триумфальная арка по улице Первомайской и педестал бюста Юрия Гагарина перед городским центром культурного развития, который носит его имя. Напомню, что в этом году исполнится 77 лет со дня Великой Победы над фашистскими захватчиками. К 9 мая запланирован ряд мероприятий – военно-патриотические игры, уроки мужества и часы памяти в школах, квесты, конкурсы, чтецов и многие другие мероприятия. Сегодняшний день богат на праздники. Сегодня день рождения куриного окорочка. Кто с утра предпочитает полакомиться ароматной курочкой? Наверное, есть такие гурманы. Сегодня Международный день иллюзионистов и день мастера маникюра. Очень, кстати, нужный праздник, так как бьюти-индустрия сейчас шагнула далеко вперед. Сегодня еще Международный день борьбы с депрессией. Врачи говорят, что депрессия убивает человека. Но, несмотря ни на что, не стоит впадать в отчаяние, надеяться на лучшее, верить в счастье, почаще улыбаться, и тогда все у нас будет хорошо. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева-Черкесия» с Аллой Динаевой. Удачного всем дня, отличного всем настроения и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова